доброго времени уважаемые друзья товарищи подписчики моего канала на ютюбе инстаграме вконтакте я александр мурзаев харпер исполнитель на губной гармоники импровизатор ну может быть где-нибудь даже и композитор вот с такой большой задержкой но все-таки записываю обещанное видео анонсированная неделю где-то назад видео так скажем в цикле моей возрождающейся гармошечной школы авторской блога вот это видео посвящено интересный и одной из любимой так скажем мои темы это губная гармоника и backing track так называемые ну минусовка фон музыкальный да то есть это что-то такое что играет на фоне и вы играете с этим то есть какой-либо гармонии ритмом вот аранжировкой и так далее то есть что такое backing track просто вводите в ютюбе и все становится понятно при этом желательно указать направление музыкальная более-менее вам которая близко почему я решил этой теме уделить отдельное такое внимание и в анонсе я написал почему эта тема может быть интересно тем кто только начинает играть на губной гармоники вот я хоть и выступаю за такую позицию хотя определенный процент может может со мной не согласиться с этим но это их право вот я все же выступаю за такую позицию что губная гармоника вполне самодостаточные инструменты в плане сольной игры вот хоть и с приставкой обыгрывают обыгрывающий инструмент вот вполне можно играть сольные произведения вот какие-то импровизации вот рифы и так далее то есть соло то есть без какого-либо фона музыкального то есть вне как какого-либо музыкального контекста вот я это на своих видео неоднократно демонстрировал да и много очень примеров ютюбе тоже на этой почве значит но губная гармоника весь свой скажем так потенциал музыкальный еще более раскрывает когда естественно играет то есть идет музыцирование либо в коллективе музыкантов вот либо под как раз таки какой-либо бэкинг трек я думаю что у тех кто только начинает осваивать этот инструмент ну наверно у них нет еще таких вот желаний там выйти на сцену там с кем-то поиграть хотя опять же подходы бывают разные например я когда взял этот инструмент ну то есть я отчасти был готов даже вот вот 10 лет назад когда там вот это вот то есть ну я даже тогда был готов уже выйти на сцену то есть с кем-то поиграть там по импровизировать то есть я уже тогда горел импровизации то есть мне было не принципиально то есть попаду я там не попаду куда-то там в какой-то размер там ритм вот и так далее гармонию там аккорд то есть я уже горел импровизации и я уже был готов тогда вот понятно что со временем как бы первые пять лет я убеждался потому что я нифига не готов вот и я очень долго музицировал в одиночестве вот дома на улице бывало не в каких-то там заведениях мне удавалось поиграть вот в наших местных вот и вся набирался опыта но опять же из такой момент мне очень помогли когда я уже базовые базовую технику звукоизвлечения освоил ну то есть это корда одиночная но там ну и там какие-то да фишки вот это все технически вот мне очень помогли вообще в поиске своего музыкального языка своего выражения свои свои ноты вот и своего ритма мне помогли как раз таки вот минусов очки baking треки вот эти вот из youtube ну можно и вконтакте конечно в аудиозаписях найти там легко вот то есть я плавал так скажем в разных гармониях вот в разных в разных стилях этих вот этих минусовок и везде по чуть-чуть нащупывал какие-то вот мне близкие моменты в конце концов вот вы только вот берете гармошку да там допустим даже если только вот вы там недельку-две посидели да там и более-менее как-то аккордики стали брать вдох выдох вдох выдох чередуя и так далее то есть вы уже на этом этапе можете включать минусовку и играя вот с этими вот виртуальными инструментами которые написаны тоже людьми музыкантами довольно таки сильными музыкантами есть очень минусовки высокого качества то есть достаточно содержательные вот в плане гармонии каких-то там модуляции там и так далее то есть и там есть чему поучиться есть где поэкспериментировать то есть вы уже на этом этапе можете запускать минусовочки и развивать то есть должны расширять свой во-первых слух вот свою импровизацию вот нащупывать какие-то технические так скажем грани которые вы допустим не могли обнаружить при просто сольной игре вот то есть это все со временем раскрывается приходит вот ну вот например я в ютюбе вел джаз вот так как мне джаз близок хотя блюз ближе гораздо все-таки джаз там больше поля где можно развернуться джаз бэкинг трек вот например указал тональность вот важно еще указать тональность на пример то есть потому что ну то есть приблизительную хотя бы вот чтобы не было уж вообще дисгармонизмов и так далее хотя бы ну можете попрактику попрактиковаться в тональной импровизации тоже опыт недостаточный весомы ну вот я указал пример ре мажор тональность значит и допустим есть такое видео свинг джаз бэкинг трек ну запускаю я ее ни разу не запускал первый раз вообще вижу просто вот рандомно привел вот запускаемую прикольно то есть ну вот вот это уровень настоящий минусовки то есть можно запустить и просто уже слушать как отдельное произведение но предлагается еще поимпровизировать поиграть что нибудь на этот мотив ну вот например владеете вы только аккордами но вот вот Или, допустим, вы уже освоили одиночные ноты и более-менее уже свободно как-то чувствуете себя на инструменте. Можно попробовать. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, то есть, ну, просто может быть объективно, но нет у вас возможности поиграть с музыкантами. То есть, ну, конечно, если есть такая возможность, надо не бояться и играть с людьми. Это гораздо, опыт этот гораздо ценнее. И прокачиваться вы будете гораздо быстрее. Но, допустим, нет возможности поиграть с кем-то. Запускайте менесовочку и музицируйте. Вообще легко. Ну, вот, например, рандомно. Вот можно другую запустить. Допустим, вот Smooth. Smooth, или как там. Простите меня за мой английский. Вот, просто рандомно запустил минусовку. По лайтониам. Что-то, да? Не забывай. Не забывай. Не забывай. По лайтониам. Подписывайтесь на мой канал. Используйте меня за мой английский. О, мой мальчик. Вообще-то, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не получится вообще Вы будете перенапряжены И музыка не пойдет Позвольте себе раствориться В этой минусовке Субтитры создавал DimaTorzok Вот Ну, что-нибудь давайте другое попробуем Минусовок очень много Вот, например, гитар-бэкин-трек Поп-стайл А почему нет? Гитар-бэкин-трек 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Прикольно же У музыки нет границ Ребята Запускайте бэкинг трек И импровизируйте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok